Дистрикт 9 вот прям просто люди с отваленной напрочь съехавшей крышей в самом лучшем смысле этого слова. Потому что они делают самый отвал башки ножи, даже если сравнивать с другими производителями со всем миром. При этом, если посравнивать по уровню усложнения конструкции, по уровню выисполнения этой конструкции и прочего-прочего, посравнивать их ножи по цене, становится понятно, что вроде как дорогущие Дистрикт 9 на самом деле крайне доступные ножи в своей категории. И это меня восхищает и поражает одновременно. Начнем с сюрпрайз атак вот этого вот. Ну вот этих вот, но черный хуже видно в кадре, поэтому я вам буду показывать светлый. Здесь все круто. По-другому просто, ну вот, ну не сказать. Здесь просто все круто. Он такой шикарный, что я прям вот-вот-вот. Посмотрите, как сделано. То есть, с одной стороны, это типа тактики. Тактики, тактики, тактики. С другой стороны, они так классно сделаны, что они абсолютно одновременно могут быть и тактиками без натяжки, и аксессуарниками, и коллекционными. Вот все может этот нож благодаря тому, сколько труда и стараний, и материалов в него вложено. То есть, здесь есть все атрибуты настоящего тактика. У него блокируется фрейм. Причем, не там, не дебильным ротоблоком два часа крути, а, ну, нормально. Прям щелк. Причем, достаточно четко работающий механизм. Вот. Он работает, да, фрейм не отжать. Там, конечно, чуть-чуть отжимается, но дальше упирается, и все, как бы. Вот. Это раз. Два. Посмотрите, как вписан клинок. Красота. Теперь посмотрите, как в целом реализовано, да, открытие. Вот фронтфлип здесь, на мой взгляд, ну, немного лишний. Но, наверное, если поставить вот эти вот штучки из комплекта, вот эти, то, может быть, это будет и получше. Да, они дают целый мешок фурнитуры. Просто всей фурнитуры еще и частично альтернативной. Это прям крутота. Вот. Но это как было, ну, окей. Флип у него классно сделан. То есть, насечка прям правильная. Мелкая, но не дерущая палец, но цепкая. И прям раз, и красота. Дулька просто вот выверена по рекассе шикарно. И в момент начала заточки идет сразу нормальное сведение. Дальше. Дальше самое, наверное, кайфовое. Ну, лично в моем понимании. Ну, то есть, нож там внутри нехило облегчен. Прямо вот вообще нехило. Несмотря на то, что он, да, тяжелый, но у него есть облегчение и все такое. Посмотрите, с какой точностью все внутри изготовлено и подогнано. С той же точностью все изготовлено и подогнано здесь. И одновременно с этим, одновременно с этим, посмотрите просто вот эту вот, по-другому не скажешь, конструкцию. В хорошем смысле нагромождение классных элементов. То есть, просто то, как смотрятся рядом вот эти два винта. Как сделана клипса. Гаечка вот с другой стороны самоконтрящаяся. И прочее, прочее. Ну, огонь просто. Какие они крутые. Просто исполнители. Ну, ничего не скажешь. Я уже молчу, что отдельного такого размера керамический шарик. Ну, как бы просто в закупке им достается за бешеные бабки. Но они это делают. Потому что, посмотрите, как круто. Все клипсы должны быть такими. Реально, все клипсы должны быть такими. Ты сжимаешь нож. Опа, посадил на карман. Отпустил. Не надо драть карман. Не надо портить себе одежду. А иногда дорогую. Вот. Хочешь снять? Она и так снимется благодаря керамике. Но... И все. Ёлы-палы. Ну, до чего ж правильно. И пока Максейс там мутит с формами клипс. Направо и налево. Эти ребята такие... А, нате вам. Все, готово. Мы идеально сделали клипсу. И не ту, которая там куда-то там убирается. Там еще что-то. Какие-то тонюсенькие материалы. Внутри каких-то тонюсеньких этих. А все четко. В титан просто вкорячили многоэтажную конструкцию. Которая, в принципе, простая, как пробка. Окей. Теперь перейдем к эпицентру. Вот это, конечно, колосс ножей тактического применения. Колосс ножей коллекционных. И колосс ножей складней-фиксов. В нем есть все. В нем есть эстетика. В нем есть вес. В нем есть брутальность. В нем есть железо. В нем есть... Вот каждый нажиман найдет в себе в нем что-то такое. Но одновременно с этим в этом ноже есть, не поверите, смысл. В нем есть продуманность. Каждой практически или полностью каждой детали. Начнем с того, что какие-то вещи здесь сделаны тупо для красоты. Какие-то тупо для дела. Вот этот огромный шпенек. Он сделан тупо для красоты. Почему? Потому что вот этот маленький шпенек из винтиков сделан для дела. Для того, чтобы участвовать в блокировке. Многие спрашивают, насколько это надежно. Типа, ну, поверьте, это просто надежно. На этих материалах, в этой ценовой категории это надежно. Оно не сфейлится. Раз. Два. Посмотрите, ну, как бы вот здесь вот. Куда это дело паркуется. И оно сменное здесь есть. Посмотрите размеры деталей. В принципе, посмотрите, насколько фурнитура вся толстенная. То есть, это не какой-то там огромный тактик, собранный на торксах шестых. Понимаете? М2. Нет. Вот. Далее. Здесь есть вполне, да, как бы, ну, повторяющиеся моменты. То есть, с точки зрения подгонки, с точки зрения сборки, монтажа спейсера и так далее и тому подобное. По клипсе все, в принципе, все то же самое. Но, смотрите, как круто сделана клипса. Казалось бы, мелочь. И да, вам придется не выбрасывать свою старую зубную щетку. Если вы будете носить этот нож, вам реально надо будет зубной щеткой вот это место чистить. Но я бы не парился и чистил. Потому что то, как выглядит этот нож, какие ощущения он дает в руке, ну, это просто, ааа, песня просто, просто песня. причем песня такая, я не знаю, какая, военный марш, и одновременно с этим в нем есть мозги, то есть приложенные сюда, здесь точно так же все, и вот здесь уже монолитно подогнано вообще, то есть, ну, то есть люфта не появляется, ты пытаешься отжать, не появляется, то есть здесь на топовом ноже они еще и подогнали идеально, я думаю, это экземпляр от экземпляра чуть-чуть гуляет, но в целом функцию свою, я думаю, всегда выполняют, они, я думаю, это проверяют. Ну и самое главное, в комплекте есть это, это, я называю это-это, потому что я не знаю, как еще назвать, золотой ключик, только титановый ключик или как, то есть вы закручиваете это сюда, и все, у вас фикс, даже если вы вот, ну, поломали это, поломали это. А, это вот не ушел, видите, до чего подобно, но все точно плотно, если ты отжал замок, то он уже обратно, естественно, на таких размерах ножа не садится в то же положение, вот, и защелкивается он только вот так, то есть если ты отжал, отпустил, он туда не заходит, чуть-чуть, если дожать, то все заходит, вот. Вот, ну, вернемся, да, как бы выяснили по ходу пьесы, насколько минимальные допуски в изготовлении и подгонке. Вот, вернули это дело сюда, надо сказать следующее, расположение этой штуки крайне адекватное, потому что она не мешает. Ну, вот просто тупо не мешает и все. Я думал, что она будет мешать, но нет, не мешает. Следующий момент, где ее хранить? Вот здесь, наверное, это то, что можно было додумать. Я бы, например, сказал, что если бы в спейсере хоть где-то было место вкручивать в спейсер, было бы вообще круто, и она бы еще и выполняла роль подвеса темляка. Но темляк бы здесь мешался, поэтому они, наверное, так и не делали. Самое главное интересное, что они вот здесь, это не флиппер, вот здесь был бы флиппер, и он бы мешал чему? Ну, парковки этой штуки. В принципе, она вкручивается сюда же, просто для этого надо, ну, для открытия-закрытия ножа, надо выкрутить и вкрутить ее. С одной стороны, это, ну, как бы хрень полная. С другой стороны, когда вы покупаете огромный бронированный автомобиль, вы же не удивляетесь, что он не делает 5 секунд до сотни? Не удивляетесь, но здесь примерно то же самое. Ну, да, чтобы разложить нож этот, зато уж что-что, а вот такой предохранитель от открывания ножа точно не сфейлится. Итого, вот этот огромный кусок железа, титана и прочего-прочего, он стоит всего около 30 тысяч. На самом деле, это очень дешево, потому что, когда ты видишь такое количество, ну, деталей, такое количество очень дорогой фурнитуры, такое количество конструктива и прочего-прочего, и просто сборки, подгонки всего этого великолепия, ты прям охреневаешь. И это очень круто. Это, ну, вот именно по-нажимански круто. Мне кажется, что эти ножи, они не для всех абсолютно. Я больше того скажу, этот нож не для меня, потому что, ну, я не буду его носить. А я, если нож не ношу, то я не покупаю, если не буду носить. Но, но я искренне рад, что такой нож есть. Я искренне желаю вам, кто его будет покупать, с ним приятного времяпрепровождения. И он вас действительно порадует. Вот стопудово. Меня он просто радует фактом своего существования. Если когда-нибудь он придет в мастерскую, и я буду его точить, я буду просто, вот, вот, просто радоваться во время работы в два раза больше, чем обычно. Но, но, самое главное, на мой взгляд, понять, что если вы посмотрите на другие ножи, имеющие столько же оверфич, вы поймете, что это просто, ну, совсем другие деньги. Например, мастер G&G Hauk, который делал коллаборацию Марксмана с Баком, делает фронталки без люфта. То есть, там совсем другой механизм запирания, открывания, функционирования. Там нет люфта в открытом состоянии. Вот. А потом, если посмотреть цены на эти ножи, сразу становится понятно, что, ну, как бы за эти деньги можно купить мешок хайфайндеров. Или даже несколько точно поддержанных фронталок микротек. Или парочку, по-моему, даже троечку, что-то такое я смотрел, новых микротеков. Вот. Поэтому удивительное рядом. И пока это удивительное рядом действительно стоит 30 тысяч рублей, которые давно не те такие рубли, как 5 лет назад. Это вполне разумно. Тем более, что вот есть такой нюанс с ножами Дистрикт 9, который приходит мне на ум. Вот такой нож вы реально передадите по наследству. Вот вы реально его передадите по наследству. Это не какая-то цифровая байда типа вот этой, да, которая, ну, как бы... Она тебе послужила, ты ее выкинул, как только аккумулятор износился. Или продал тому, кто с ней что-то там будет делать. А это как так-эр часы или там какие-нибудь ролексы, которые, ну, прямо вот ты стал дедушкой, ты подарил внуку и помер спокойно, зная, что ты молодец. А здесь то же самое. То есть, бенчи, в принципе, тоже, наверное. Но, но это разные вещи. Бенчи это просто ножи в большинстве своем. Даже в дорогих версиях. Там просто премиальные материалы. А здесь... До новых встреч в интернет-эфире. Вот бы нам всем составиться с Дистрикт 9. Стать 80-летними дедушками. Чтобы наши внуки при этом понимали что-то и ценили в ножах. И мы могли отдать им Дистрикт 9, зная, что он в надежных руках. До свидания. Продолжение следует...